Музейный проект «Мы – россияне», знакомящий с обычаями и традициями различных народов, населяющих нашу страну, давно полюбился гостям Выборгского замка. Нынешний праздник уже десятый по счету. Символично, что он проводился в День России. Пасмурная погода не стала помехой для многих выборжцев и гостей нашего города, которые пришли в замок, чтобы приобщиться к культуре Северного Кавказа. Открыли праздник директор Государственного музея Светлана Абдулина и один из организаторов мероприятия – Сережудин Магомедов. Они отметили, что именно в приграничном городе. Важно воспитывать в людях толерантность, знакомя жителей северо-западной окраины России с традициями соотечественников, проживающих на южной границе страны. Детям, наверное, все-таки откладывается вот это сознание того, в какой огромной стране они живут. И сколько там людей с разными совершенно вкусами, с разной этнографией, историей, но все равно они наши. Все мы вместе взяты россияне. Диаспора Республики Дагестан в Выборге сегодня насчитывает свыше 250 человек. В замок они пришли целыми семьями, чтобы здесь, вдалеке от своей малой родины, насладиться творчеством своих земляков. Не меньший интерес День культуры Северного Кавказа вызвал и у выборжцев. Перед зрителями во всей красе предстали певцы и танцоры Санкт-Петербурга. В своих выступлениях они постарались передать все то, что народы республики копили веками. Ведь, как известно, в Дагестане богатые хореографические традиции. Едва ли не в каждом ауле существуют свои особенности танцевального искусства. Даже лесгинку все танцуют по-разному. Это стало очевидно при посещении мастер-класса, который проводил сам Петр Первый. Покорили сердца зрителей и песни, которые слагают в Дагестане. О любви к родине, к жизни, к семье. Кстати, в республике говорят, что их край, словно созданный из разноцветной сверкающей мозаики, бог сотворил на седьмой день, чтобы он сочетал в себе все самое лучшее, что было в его замыслах. Знакомство с культурой Северного Кавказа, продолжилось в выставочном зале, где свои работы представили дагестанские художники и Санкт-Петербургского объединения «Открытая ладонь». Северная столица давно стала для них второй родиной. Но мы и Петербург очень любим, живя в нем, отдаем дань уважения городу, который нас, можно сказать, воспитал в художественном плане, воспитал, дал образование. То есть мы все очень благодарны, и работы, и выставка является таким культурным мостом между Дагестаном и Петербургом. В экспозиции представлены работы известных в нашей стране и далеко за ее пределами дагестанских художников. Пейзажи, гобелены, натюрморты, портреты и даже коллекция фольклорных кукол. Мастера надеются, что следующим шагом по сближению россиян станет выставка прикладного искусства из музея Дагестана в Выборгском замке. А в этот день гостям была представлена еще одна уникальная возможность – насладиться мастерством владения телом потомственного канатоходца, народного артиста Республики Дагестан Расула Абакарова. За каждым его движением публика следила с замиранием сердца. Он родом из дагестанского села, где традиции этого своеобразного и весьма рискованного искусства хранят на протяжении трех веков. По завершении праздника многие зрители пустились в пляс вместе с артистами. Не удержалась и хозяйка замка Светлана Абдулина. По завершении Дня культуры Северного Кавказа все сожалели только об одном – что он так быстро закончился. Чтобы народу объединялись, чтобы было веселее народу. Нам нужно отдыхать. Побольше бы таких праздников, на самом деле. Не обязательно Дагестана, культура, можно и, например, других стран, находящих Российскую Федерацию. Очень всего побольше мне понравилось. Чтобы скрепить дружбу, чтобы все было хорошо.